Большинство людей, период между 24 и 30 годами, это время, когда вы по-настоящему выстраиваете свою жизнь. Жизнь уходит. Тик-так. В каком-то смысле вы должны сделать себя чем-то более захватывающим, чем видеоигра. Если вы уделяете этому должное внимание каждый день, из этого что-то получится. Итак, проблема не только у вас. Это проблема всего поколения. Я не знаю, насколько эти цифры верны, но не думаю, что они очень далеки от истины. По данным некоторых исследований в Соединенных Штатах Америки, молодые люди в возрасте от 24 до 30 лет проводят не менее 5,5 часов за видеоиграми. Может быть, реальные цифры и отличаются в ту или иную сторону, но не думаю, что на многое. У большинства молодых людей период между 24 и 30 годами, это время, когда вы по-настоящему выстраиваете свою жизнь. Не так ли? Да. Это время, когда большинство людей только что закончили свое образование, и они по-настоящему выстраивают свою жизнь, так или иначе. Собираетесь ли вы работать по профессии, или стать преступником, или уйти в политику, не знаю, каким будет ваш выбор, но именно в это время вы формируете свою жизнь. И в это решающее время в своей жизни они тратят в среднем 5,5 часов в день на какую-то глупую игру, стреляя в людей, или в уток, или во что-то еще, делая всякие странные вещи. Я даже не знаю, что там еще есть, я просто... Я знаю лишь то, что мне рассказали другие. Сам я никогда не играл в эти чертовы игры. Мне нравятся игры, но я никогда не играл в видеоигры, потому что меня занимали другие вещи. Я не говорю, что это совершенно неправильно. Это проблема поколения. Цифровые технологии появились не так давно, и на экране происходят всякие разные вещи, которые гораздо активнее, чем то, что происходит в мире. Поэтому они удерживают людей вовлеченными. Это не вопрос морали. Это ментальная, психологическая проблема. Хотите ли вы стать тупицей, играя в игры, которые вас никуда не приведут? Ведь все, что вы делаете — это смотрите в экран. «Играете ли вы с собой или против компьютера?» Но жизнь проходит. «Тик-так» — жизнь уходит. Возраст от 24 до 30 лет — это время, когда вам нужно решить, на какой путь вы собираетесь встать в этой жизни. Не так ли? Во многих отношениях. Со мной в 25 произошли значительные события. Так что речь не о том, что что-то неправильно. Дело не в этом. Хорошо, может быть, однажды, на чемпионате мира по видеоиграм, если вы станете чемпионом из чемпионов, тогда, возможно, люди тоже это оценят. Но я должен рассказать вам эту историю. Я знаю одну семью. У них два сына. Один из них... Про второго я не хочу говорить. Один из них инвестирует только в компании, занимающейся разработкой видеоигр. И он играет в видеоигры 12-14 часов в сутки. Каждый день к нему приходит физиотерапевт и разрабатывает его суставы. Все остальное время он сидит вот так. Я гостил у них в доме три дня. За эти три дня ни один из этих мальчиков не вышел из своей комнаты. Так что это феномен в современном мире. Поскольку технологии еще новые, мы чрезмерно увлечены ими. Сначала, в возрасте трех лет, вы познакомили его с этими играми. Так что он не знает никаких других игр. Для него игра существует только на видео. Это единственная игра, которую он знает. Вы не можете винить за это мальчика. Если вы захотите это исправить и выбросите Xbox, мы не знаем, что с вами произойдет. Когда люди подсаживаются на что-то, когда они по-настоящему привязаны к чему-то, а вы пытаетесь встать у них на пути. Они захотят вас убить, не так ли? И он уже много раз тренировался в видеоиграх. У него достаточно практики, так что не пытайтесь выкинуть Xbox. Посмотрите, сможете ли вы заинтересовать его чем-то другим. Отправьте его в пеший поход или запишите на программу по альпинизму туда, где потребуется физическое и умственное внимание. Не думаю, что он пойдет играть в теннис. Нет. Но если вы его отправите на такого рода программу, то сначала он будет страдать и захочет убежать, но обычно их не отпускают. Как только вы достигнете вершины горы, вам, по крайней мере, нужно вернуться обратно. Вы не сможете передвигаться с помощью джойстика. Вам придется идти вниз пешком. Это может изменить его видение. Или же он может окончательно погрузиться в видеоигры, потому что это потребует очень много боли. Подниматься на гору — это радость, но это также и много боли. Это большая радость, но и много боли. Каждый раз, каждый год, когда я совершаю поход на Кайлаш в Непале и Гималаях, находясь в походе в Сибете, я всегда думаю, что с меня хватит достаточно. Потому что, когда вы проходите через опасные места, через самый невероятный ландшафт, ваши глаза воспринимают это так, ваш ум тоже, но ваши ноги не согласны. Ваши ноги и иногда ваши легкие, они не согласны с тем, что это невероятное место. Так что, если вы заставите его пройти через это, он может никогда больше не выйти из видеоигры. Или, поскольку он знает так много о стрельбе, возможно, ему следует пойти в армию. Да? Раз вы хотите стрелять, вам нужно, по крайней мере, быть в армии, потому что там вы будете стрелять по делу. В противном случае, вы можете начать стрелять на улице. Если пойти в армию невозможно, тогда можно стать полицейским. По крайней мере, вы сможете носить оружие. Возможно, много стрелять вам не придется. Я не пытаюсь шутить по этому поводу, но это болезненная реальность, через которую проходит нынешнее поколение. Если у нас дома есть такие дети, то их не в чем винить. Мы сами сделали это. Многие люди дают видеоигры своим детям, потому что хотят пойти на вечеринку или заняться чем-то другим. Вы хотите жить своей жизнью, но дети требуют внимания. Вам самим не хватает внимания. Но этот ребенок, который только что появился, требует вашего внимания. Поэтому вы даете ему то, что займет его. И это приведет к массе проблем. А есть еще ситуации со сверстниками. Его друзья играют в X-бокс. Если вы не дадите ему Y-бокс, то он начнет создавать определенные ситуации. Вот в чем причина. Вероятно, многие люди этого не понимают. Я говорил, и неоднократно повторяю это снова и снова. Вы не тигр и не панда. Я хочу сказать, что вы не вымирающий вид. Не обязательно, чтобы все вы размножались. В этом нет необходимости. Те, кто считают, что хотят иметь детей, хотят посвятить определенное количество, значительное количество времени, чтобы вырасти другого человека, который станет лучше их, они должны это сделать. Потому что все-таки человеческий род должен продолжаться. Но это не означает, что каждый должен иметь ребенка. Так что, если мы хотим иметь детей, то должны быть готовы выделять на это определенное количество времени. Нельзя полагаться на то, что они станут прекрасными людьми случайным образом. Так не пойдет. Как только мы берем на себя ответственность за новую, юную жизнь, мы должны быть готовы отдать определенное количество времени, энергии и внимания, которое необходимо для того, чтобы взрастить эту жизнь наилучшим возможным образом. Не так ли? Поэтому единственное, что следует сделать, если вы хотите отучить своего ребенка от такого рода вещей, будь то видеоигры или телевидение или что-то еще, в каком-то роде вы должны сделать себя более захватывающими и интересными, чем видеоигра, чем телевидение, чем что-то еще. Вы должны сделать себя таким человеком, чтобы они захотели быть с вами. Так что... Ребенок — это не машина. Вы не можете завтра утром взять и переключить его с компьютерных игр на созерцание радуги. Так это не работает. Требуется постоянное культивирование. Непрерывное культивирование каждый день, каждый день, ежедневно. Это может сработать. Но нет гарантии, что это сработает. Да? Те из вас, кто вырастил детей, вы знаете, что это может сработать. Не бывает такого, что это точно сработает. Так не бывает. Если вы будете уделять достаточно внимания, это принесет хорошие результаты. Но мы не знаем, потому что вы не единственные, кто уделяет им внимание. Есть столько много других людей, кто обращает на них внимание. И они могут производить большее впечатление, чем вы. Да? Тот на углу улицы может произвести гораздо большее впечатление, чем вы. И может повлиять на них гораздо сильнее, чем вы. Да? Так что... Садгуру, я просто спросил о вас о компьютерных играх. А вы говорите, что я совершил ошибку, родив ребенка. Я этого не говорю. Я лишь хочу сказать, что это — последствия обращения с живыми существами, включая вас самих. Если вы уделяете этому должное внимание каждый день, из этого что-то получится. Если вы думаете, что можете участвовать в этом раз в 12 лет, тогда результат будет делом случая. Когда что-то получается хорошо или плохо, то, что по воле случая вы будете находиться в состоянии тревоги, даже если все хорошо, потому что это произошло случайно, вы должны понимать, что речь не об исправлении жизни вашего ребенка, а о том, чтобы наладить вот эту жизнь. Если эта жизнь налажена, то создается правильная атмосфера для роста и развития ребенка. Достоверно доказано, что в процессе становления жизни для большинства людей их жизнь более чем на 80% определяется тем, под воздействием чего они находились, а не их генетикой. Итак, 20% уже у вас в руках. Это генетика. Есть остальные 80%. Конечно, дети ходят в школу, играют на улице, но вы должны держать в своих руках как минимум больше 50%, не так ли? Поскольку у вас есть преимущество в виде 20% генетики и как минимум некоторый контроль над их жизнью, пока им не исполнится 12-15 лет. Так что ваша доля влияния должна составлять не менее 60-70%, не так ли? Но для этого вам нужно сделать что-то с собой, чтобы у них не было другого выбора, чтобы они начали равняться на вас, и не из страха. Если они равняются на вас из страха, возникнет неприятие. Как только они встанут на ноги, они преподадут вам урок. Они должны равняться на вас не из страха, а потому что считают вас замечательными. Вам нужно будет пройти через многое, чтобы доказать, что вы замечательные, чтобы они стали смотреть на вас таким образом, который позволит вам влиять на них. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok